Иисус Иисус, Ты жизнь моя Все, в чем нуждаюсь я Иисус, Ты жизнь моя Все, в чем нуждаюсь я Иисус, Ты жизнь моя Все, в чем нуждаюсь я Иисус, Ты жизнь моя Я пройду, я пройду, я пройду, я пройду, я пройду, я пройду, я пройду воздайте славу Богу за детей. Первое. Первое. И было подозрение пастору Евгении Краузе о рак крови. Два-три врача говорили, что 90% рак крови. И сегодня пришли анализы крови, что рака не обнаружено в крови. Жив Господь! Жив Господь! Друзья, прежде чем я начну проповедовать, я хочу совершить некоторые вещи в духе. Буквально перед моим выходом Господь дал направление этому служению. У нас врагов хватает. И у нас нет причин воевать между собою. Поэтому Библия говорит в молитве «Отче наш!» И Евангелие от Марка, 11 глава, с 23 по 26 стих, что «Прости грехи наши, ибо мы прощаем всех дожников наших». И там говорят, если ты не простишь, то и Господь не простит тебя. В этой молитве, пока мы будем поклоняться, почему я это говорю, вы сейчас поймете. Тебе надо разбрасывать все камни против любого человека, как бы ты ни горевал, ни ненавидел, ни делал больно, ни предавал. Потому что этот человек даже может и не знать, что ты мучаешься в своем непрощении, в своей горечи. А он живет, радуется, а ты сам обслуживаешь бесов, угождаешь, и бесы обслуживают тебя, и ты страдаешь. Не получаешь ответы от Бога на свои молитвы, на свои проблемы. И все. Чтобы не было, ты должен простить. Знаете, отличительная черта поколения последнего времени, о чем говорит апостол Павел, что люди будут непримирительны. И это страшно, когда это дух непримирения в церкви. И люди себя называют христианами. Поэтому после одной проповеди апостола Павла Тимофею, чтобы он был свободен от духа серебролюбия, он после этого говорит, ты же человек Божий. Убегай от этого. То есть не будь серебролюбивым. Целью твоей жизни, да не будь серебро, потому что в любом случае, если это цель твоей жизни, или жизнь хорошо, все равно дьявол найдет, как тебя взорвать, как он взорвал Иуду. Поэтому он говорит, преуспевай! Преуспевай! Я хочу вам передать ключ к настоящему преуспеванию, и после чего приходит настоящее материальное, экономическое преуспевание и настоящее благосостояние. Если кто-то устает, можете садиться. Я не требую, чтобы все вы стояли. Можете сесть, можете стоять. Ваше дело, здесь свобода. Свобода, потому что главное, чтобы сердце твое было в присутствии Божьем. Когда будет духовная брань, или что-то, я вас всех подниму в любом случае. Преуспевай в правде. Преуспевай в благочестии. Преуспевай в вере. Преуспевай в любви. Преуспевай в терпении и в кротости. Вот в чем мы должны преуспевать, процветать. Это должно в нас процветать, как в христианах. И дальше он говорит, подвязайся добрым подвигам веры. Держись в вечной жизни, который ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями и перед Богом все животворящее. И перед Иисусом Христом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание завещеваю тебе. Дальше. История Ефесянам 4 главе апостол Павел говорит «И не оскорбляйте Святого Духа» 30 стих, который вы запечатлени в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Что это? Что это? Что это? Что это? Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хочу вам задать еще один вопрос, прочитав один стих. Псалом 79. Пастор Израиля внемли, водящий, как овец, и дальше запятая Иосифа, пастор Израиля, водящий Израиля, и запятая потом Иосифа, и дальше восседающий на Херувимах яви себя. Что это? Что за псалом? Что ты понимаешь, читая этот стих и этого псалма? И тогда я тебе объясню, что ты понимаешь, когда ты читаешь Библию? Что ты понимаешь, пастор? Что ты понимаешь, Лидия? Что ты понимаешь онлайн? Ну, как написано, так и понимаю. Хорошо, правильно, но какое откровение ты получаешь здесь? И почему я прочитал первые два места? И что Дух Святой мне открыл на этот вечер для церкви, для тебя? Потому что здесь написано в нем ли? В нем ли? Пастор! В нем ли? Водящий Израиль Иосифа в нем ли? Кому? Кому обращать? Кто водил? Пастор, пастороначальник, Бог, Христос и восстыдающий на херувимах яви себя? Это что? Это означает, Давид молится, он был в подобных ситуациях, как Иосиф, и народ, который он вел, это был тот же народ, который вел Моисеев в пустыне, и Бог вел Израиль по пустыне, как пастор, как пастороначальник, и Бог вел Иосифа, как пастор, во всех испытаниях, о чем мы даже поем испытания, я пройду, послушайте, мы пройдем, если Бог явит себя в этом испытании. Ты пройдешь свой путь, свою пустыню, Бог будет пасти тебя, если Он будет пасти тебя. И говорит, яви себя для меня, как пастороначальник, как пастор, и вводи меня. Яви себя. Яви себя, как пастор, яви себя, как пустыня, яви себя в моем испытании, яви себя, мой пастор, яви себя, и пустой жезл, и посох охраняют меня, и ведут меня. И говорит, яви себя, яви себя, восседающие на херувимах, на херувимах, восседающие на херувимах, народ, это не просто Бог развлекается восседать на херувимах и катается по небу, по своим просторам, по своей вселенной, которую он создал. Херувимы были вокруг ковчега. Этих же херувимов Исайя увидел. яви себя, восседающие над херувимами, которые поможут мне внести этот ковчег. Бог через Моисея дал план, как ему оказаться среди народа Божьего. И когда мы отвергаем Моисея, когда мы открываем соответствующее послание апостола Павла, Тимофею, Ефесянам, послание Иисуса, послание, откровение, мы отвергаем этот план войти в присутствие Божье для себя. Вот почему я должен молиться этой молитвой. Ты, Господь, водящий Израил и Иосифа, и Ты, Господь, который восхитал на херувимах, яви себя в моей жизни, чтобы я мог пройти. Я Твоя овца, я Твоя овца, и веди меня в свое присутствие, и пусть Твои ангелы, и пусть Твои херувимы, я ничего не хочу без Тебя и без своего присутствия во имя Иисуса. А теперь внимание ты можешь говорить о Нем, ты можешь сделать дела для Него, ты можешь даже молиться Ему, но только поклонение в Духе и в Истине прямая дорога в Его присутствии. Только настоящая хвала, поэтому в 99 Псалме Давид говорит войдите во дворы Его с хвалою и песня пениями. Поэтому когда была построена скиня, ковчег, там было святое святых, прежде чем добраться до святое святых, там был жертвенник, надо было пройти мимо жертвенника, там был внешний двор, и там было много жертвоприношения, чтобы войти в присутствие Божие. Это через Моисея, через Давида, Бог не требовал уже этих жертвоприношений, Бог требовал кроткого смиренного Духа. А через Иисуса уже Господь говорит, вы войдете в Мое присутствие, когда будете поклоняться в Духе, в Истине, именно так войдете на гору преображения. Аплодисменты 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 То, что вы слышите Тимофею, о человек Божий, преуспевай в правде, преуспевай в благочестии, любви, вере, в кротости, или не оскорбляй Святого Духа, это проект, это инструкция, это то, что поможет тебе войти в присутствие Божие и двигаться в Духе Святом. Аплодисменты Аплодисменты А теперь вопрос, зачем мне присутствие Божие? Многие христиане так и не понимают, почему им нужно присутствие Божие, можно просто цитировать стихи из Библии. Без присутствия Божьего в любой иной сфере, кроме присутствия Божьего, потому что человек не был создан, чтобы жил в иной сфере. Человек был создан, чтобы жил в его присутствии. Послушай, подожди. Поэтому в любой иной сфере, в любой иной атмосфере никто не может функционировать правильно и эффективно. Ни твое сердце, ни твои мозги, ни твой язык, ни твое мышление, поэтому главное это атмосфера его присутствия в твоей жизни. Вот почему нужно это поклонение. Любое, любое, другое, иное присутствие, иная сфера твоей жизни, иная атмосфера, чем Божья атмосфера, это иллюзия твоей жизни. И это подделка. когда ты это игнорируешь, ты себя обрекаешь на подделку, и святая жизнь пролетает мимо. Мимо ты не попадаешь в цель, поэтому поднимай руки во имя Иисуса, услышав эти мощные откровения, когда Бог дал тебе, начинай заново поклоняться, начинай славить Бога, начинай входить по-настоящему в ее присутствии, и скажешь всегда я хочу быть в твоем присутствии, я жажду в твоем присутствии, я хочу жить правильно, я хочу функционировать правильно, я хочу действовать эффективно, я хочу быть эффективным служителем, я хочу быть эффективным поклонником, я хочу быть эффективным пастором, попечителем, христианином, братом, сестрою, мужем, женою, доченью, сыном. По имени Иисуса я хочу правильно мыслить, как ты мыслишь. По имени Иисуса посети апокализиму. По имени Иисуса. Аллилуйя! Разбрасывай все камни, всякий дух непрощения, всякий дух обиды, всякое зло. По имени Иисуса. Аллилуйя! 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 Бегу я, бегу я в престолу милости. Вы начинайте. Вот я стою. Вот стою, иди сюда, пой эту песню. Поднимайте руки, закройте глаза. Здесь нет ни одного человека, у которого нет греха. Когда ты знаешь, делать добро не делаешь, это грех. Все, что не поверить, грех. Думаешь плохо, мысли плохо, грех. Иисус. Нам нужен ты. Поправь наши сердца, наши светильники. Наши отношения с тобою. Мы хотим войти в твое святое присутствие. Вот стою я. Как там? Бегу я, бегу я, бегу к престолу милости. Иисус желает очистить все мои грехи. Он кровью омоет и исцелит все даны. Бегу к престолу милости. Бегу к престолу милости. Во тьме глубокой, где мир мне не знаком, Стою один, наодин с моим грехом. Не знал пути я, как дальше мне идти, Где исцеленье и покой душе найти. Без страха я смогу кричить присутствие Его. Святое место, место милости Его. Бегу я, бегу я, бегу к престолу милости. Иисус желает очистить все мои грехи. Он кровью омоет и исцелит все даны. Бегу я, бегу я, бегу к престолу милости. Иисус желает очистить все мои грехи. Иисус желает очистить все мои грехи. Иисус желает очистить все мои грехи. Лишь во Христе покой душе найдешь. Он искупил тебя ценой своей грехи. И для тебя открыто место милости. И есть надежда там, где ты живешь. Лишь во Христе покой душе найдешь. Иисус желает очистить все мои грехи. И для тебя открыто место милости. Без страха я смогу прийти в присутствие Его. Без страха я смогу прийти в присутствие. Иисус желает очистить все мои грехи. 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 Как оцени, Дух Святой, я прощу тебя. Открой на пастора-начальника и веди нас по этим пустынным стопам в присутствие Божия, Его облако, Его славу. Иисус желает очистить все мои грехи. Иисус желает очистить все мои грехи. Иисус желает очистить все мои грехи. Слава тебе за кровь Твою святую. Слава тебе Иисуса, через Которого имеем терзовение. Прийти к Богу, к престолу благодати. Слава Богу за Христа. Аллилуйя! Через Которого можно прийти в присутствие Божие. Музыка. Амлилуйя! Субтитры делал DimaTorzok 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 Осуждая другого, становишься на его место И я говорю, осуждая другого, ты становишься на его место Ты повторяешь его же грехи, его же ошибки Очистись Прими человека, свое сердце Прими брата, прими сестру Как Христос принял в тебя свое сердце Любовью, любовью, без осущения, безусловно Прими во имя Иисуса, освобождайся Освобождайся от жестокосердия От фарисейства, от законничества, от самоправедности Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Господь, я прошу Тебя Помоги народу Твоему войти в Твое присутствие И жить в Твоем присутствии И чтобы все стало на свое место Что произошло Твое величайшее чудо восстановления духа, души, тела, семьи, экономика, служения, церкви, города и страны Во имя Иисуса Во имя Иисуса Во имя Иисуса Халлелуйя Я поклоняюсь Тебе Принеси это отковение каждый дух Во имя Отца и Сына Святого Духа И все доскажут Спасибо, Левиты Спасибо Воздайте славу Богу И как только ты входишь в присутствие Божие, любое неправильное недовольство в твоей жизни заканчивается. Аплодисменты. Удовлетворение во всем отсутствии его присутствия направляет тебя на неправильные поиски. Удовлетворение своего внутренней пустоты, но твоя внутренняя пустота, она будет удовлетворена только его присутствием. Вас дай славу Богу! Жив Господь! От этого люди курят, пьют, колятся, деньги, экскурсия. Какие французские алпийские горы удовлетворяют меня? Что может быть лучше, чем его присутствие? Что может быть важнее, чем что-либо, которое есть на этой земле? Да, это он все создал, но что может быть лучше всего Создателя? Впереди большие чудеса, впереди величайшая слава, величайшее движение Духа Святого. Россия увидит великое движение славы Божьей, будет великая жизнь на этой земле. И всякая смерть будет поглощена победой моего Господа Иисуса Христа по всем фронтам, по всем направлениям. И впереди ожидает нас славная конференция расширения видения. Расширение мозгов! Расширение Духа! Я не помню, чей был статус, но там была удивительная картина. Там такая забор такой, в большом поле. И овти, барашки, люди пришли, уперлись, а там везде просторы, слева, справа. И говорят, вот так выглядит твоя проблема, твой тупик перед Богом. Не поняли? Еще раз повторить? Сделать забор из людей и туда пару овец загнать. Пару людей с проблемой, я в тупике, я в тупике. Там просторы, там просторы, там просторы. Везде просторы. Даже если забор, помолись Богу, пошлет ангелов. Бог уберет этот забор, поднимет, выкинет. Вот почему надо ходить в церковь. У меня такое чувство, что вы не хотите сесть. У меня такое чувство, что вы чувствуете, что я чувствую. И чувствуете, что будет. Садитесь. Садитесь, пожалуйста. Можете не встать больше сегодня. Вы понимаете, даже если ты не евангелизируешь, это уже грех. Если ты не проповедуешь Евангелие людям. Иисус так говорит. Если ты не отречешься перед этим лукавым прелюбодением миром, то и ангелы мои, и все отрекутся от тебя. А вы тут начинаете умничать. Исайя 35 глава, первый стих. Вас веселится пустыня и сухая земля. Вы можете это делать? Возрадуйтесь. Страна необитаемая. Или часть России необитаемая. Возрадуйтесь. Это про Дальний Восток. Возрадуйся. Не потому, что людей нету, но скоро будет переселение. Возрадуйся. Церковь необитаемая. Возрадуйся. Церковь пустая. Возрадуйся. Ячейка пустая. Возрадуйся. Кошелек пустой. Возрадуйся. Пустыня. Возрадуйтесь. Руины. Разваления. Возвеселитесь. Ты со своим хмурым лицом не изменишь состояние пустыни. Поэтому не делай умное лицо праведника. Возрадуйся. И вы свеселись. Когда говорят пустыня. Еще ничего нету. Уазиса нету. Пальм нету. Шакалов нету. Змей нету. Возрадуйся. Возрадуйся. Ты страна необитаемая. Возрадуйся. Сердце необитаемое. Может еще нет присутствия Божьего. Может еще нет огня. Может еще нет того, что ты слышишь в этой сцене. Но начинай радоваться в Господе. Начинай возвеселиться. Начинай славить Бога. Только тогда пустыня превращается в цветущий сад. Чему радоваться? Просто войди в послушание и радуйся. Чему радоваться? Мы приехали, искали здание. Мне показывают в центре города здание. Это центр города. Сейчас это здание арбитражный суд. Тогда было пустое. Еще другие здания. Еще. Нет, 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 нет. Нет, нет, это наша церковь. Нет, это наша церковь. Нет, этот храм. Приехали горько в один. Пустыня. Масло течет. Послушайте, машины стоят. Кирпичи сплошные. Вы понимаете или нет? Мы зашли сюда и начали радоваться. И возвеселиться. И сказали, это храм Господень. Это дом Божий. Это церковь живого Бога. Здесь будут происходить чудеса и знамения. Идешь на свой голый участок. Ой, одна крапива или крапива. Или там еще что-то. Ой, тростник. Ой, здесь вообще бамбук растет. Ой, здесь радуйся. У тебя есть участок. Радуйся. Дома еще нет. Радуйся. Фундамент еще нет. Радуйся. Подъезд еще не спасен. Радуйся. Это пустыня. Деревня не спасена. Радуйся. Меняй атмосферу в себе. Меняй атмосферу в своем сердце. Меняй атмосферу в своем духе. Меняй атмосферу в своем разуме. Нет ремонта. Радуйся. Веселись. Танцуй. Пусть дьявол с ума сходит. Пусть все бесы с ума сходят. Стань на уши во имя Иисуса. Подходишь к мужу. Что с него возьмешь? Радуйся. Ничего не возьмешь. И не трас время. Нечего взять. Не трас время. Вы слышите или нет? Ха? Не слышу вас. Ха? Ха? Ты можешь радовать или нет? Миней атмосферу. Пусть депрессия уходит. Ули не уходит. Знаешь почему? Знаешь почему? Знаешь почему? Потому что не так славно работает мозг в депрессивном духе. Там одни мысли. Где найти веревку? Других мыслей нет. Если ты дошел до такой кондиции, это означает, ты что-то нарушаешь. Поэтому Бог знает, Пророк знает, Дух Святой знает, как это все изменить в своей жизни. Приходишь на ячейку, два человека, начинаешь радовать и веселиться. Не потому что, что людей нету, а потому что я меняю атмосферу. Я меняю, здесь будет присутствие, здесь будет слава, здесь будут чудеса. Мне все равно, сколько людей сегодня в зале. Я радуюсь и веселюсь. Здесь будет переполненный зал. Не только во время конференции, но до конференции, после конференции. Во имя Иисуса, возрадуюсь в пустыне. Возрадуюсь в пустой карман. Радуюсь. Радуюсь. Возвеселимся и возрадуемся. Во имя Иисуса. Как говорят, умереть-то, умереть-то с музыкой. Даже если умрешь, и так умрешь. Пусть будут веселые похороны. Хоть запомни, самые веселые похороны. Во имя Иисуса. Амин. Аллилуйя. Я так рад, что Бог даже во время, перед операцией, за 20 минут посылает сообщение. Никто из вас не догадался. Написать пастору сообщение, помолись за меня. А я решенка доголзался. Это означает, что ты униваешь тут? В этих колготках больничных. Возрадуйся, возвеселись. Молись за человека во имя Иисуса. Молись. Молись. Все изменится, все будет хорошо. И у него, и у тебя. Россия, возвеселись и возрадуйся. Люнивай народ российский. Люнивай церковь живого Бога. Люнивай сестра. Люнивай брат. Пустыня. Пустыня. Это слово Господне. Пустыня. Я говорю, это слово Господне. Ты сегодня говоришь, я хочу слово от Бога. Пророческое слово. Чтобы Бог мне проговорил. Моей депрессии. Моей обиде. Моей пустыне. Моим развалинам. Моей необитаемому острову. Во имя Иисуса. Моей необитаемой части. Земле. Моей. Туковато, да? Чему радоваться? Господи, Боже мой. Я понимаю. Сейчас вы попали в правильную атмосферу. Видите, пока вы в правильную атмосферу, правильно мыслите. Некоторые попали, словили волну. А некоторые еще не вошли, не могут это делать. Но те, которые попали, сейчас радуются, потом служение закончится, выйдут из этой атмосферы. Кто-то догонит их по дороге домой. За углом где-то. Или самый близкий твой человек поменяет атмосферу. Понимаешь? Дьявол, как только поменяет атмосферу, поменяет все. Понимаешь? Только в правильной атмосфере работает мозги правильно. В неправильной атмосфере они работают неправильно. Тот же человек. Вот только тот же человек. Просто берем знакомый дух для всех. Депрессивнее. Нет такого человека, который не попал бы под влияние депрессивного духа. Поднимите руки, кто не попал. Молодец. Поздравляю. Пять. Послушайте. Аллалуя. Когда депрессия приходит ко мне, знаете, что я думаю? Вали. Вали. Свои горы отсюда. Вали. Другой мысли нет. Но когда атмосфера меняется, я встаю. Друг Господи на мне. Ибо помазал меня. Поэтому, знаете, причина депрессии – величайшая гордость. А? А? Все гордые люди депрессивны. А когда ты ходишь в послушание, смиряешься, радуешься, вызвеселишься, мне все равно, что общество говорит. Чему он радуется? Чему я радуюсь? Потому что я прочитал этот стих. Вот этому радуюсь. Радуюсь тому, что Давид говорит, я радуюсь откровением твоим больше, нежели я получил миллион долларов. Я уверен, если тебе даст миллион долларов, ты не дойдешь до дома. У тебя будет остановка сердца, паралич. Бог не хочет навредить тебе, чтобы всю жизнь русские твои тряслись. Чтобы ты этот болезнь Паркисона унаследовал. Понимаешь или нет? Поэтому у тебя столько денег нет, ты не готов. Не готов к таким деньгам. Много, много, много. Бог дал тебе много. Сколько сегодня пожертвовал? Десятину отдал, лучше жертвы нету. Где деньги? Куда дел их? А вчера вообще было мало. А был в правильной атмосфере жертвовал. А? Вы здесь еще? Неправильная атмосфера, мы все говорим, отменяем конференцию. Сто лет надо. А когда приходит правильная атмосфера, говорим, аллелуя. Что будет, то и будет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому, пустыня! Жизнь моя пустыня! Кто там поет? Как там, Таня? Иди сюда. Сразу лучики сходу перейти. Уже веселее, правда, нет? Вы слышите? А? Даже если сегодня ни одно зерно не получили, свой дух, уже что пойдете в правильной атмосфере, с радостью, это уже хорошо. И постарайтесь в этом пребывать всегда. Ложитесь с улыбкой, просыпайтесь с улыбкой. И сни отпусняться с улыбкой. Даже если самый дурной сон. Радуйся. Страна необитаемая. И... Ну, как вот? Чего? Вот как вот? И расцветет, как нарцисс. Вот такое похожее слово есть. Есть нарцисс, а есть... После есть другая буква, да? Как это называется? Есть такое слово? Как это слово? Нарцисс. Ну, это-то здесь так написано. А вдруг, если букву добавить, какую? Такое же, да? Не надо добавлять. Ты понимаешь, да? Ну-ка, посмотри налево-направо. Нарцисс или ненарцисс? Рядом нарцисс сидит или ненарцисс? Уже не весело. Кто на себя в зеркало смотрит больше, чем 10 раз в день? Только братья. Сестры не так увлекаются своею, как братья. Вы здесь или нет? Конечно, каждый мужик отрекается от этого. Смотря на себя в зеркало и говорит, да нет, я не смотрю, не на себя смотрю, через зеркало на тебя смотрю. Великолепно будет твести. Ты будешь твести великолепно. Твоя жизнь будет твести. великолепно. Твоя судьба будет свести великолепно. Твоя экономика будет свести великолепно. Церковь новое поколение будет свести великолепно. Россия будет свести великолепно. Несмотря на всем санкциях, наша земля расцветет по имя Иисуса. Потому что Он обещал и залью от Духа Моего на всякую плоть. Поэтому радуйся и веселись. Церковь новое поколение Расцветет. Не из-за меня, не из-за тебя. Из-за слова Господня. Во имя Иисуса. Великоплепно будет свести и радоваться. Твой дом расцветет великолепно. В твоем доме самый плохой уголок расцветет. Великолепно. В эту комнату не хочешь заходить. Скоро эта комната будет самая любимая. Ты к этому брату не хочешь заходить в гости или звонить. Или набрать номер. Скоро будет самый любимый номер. Ты не хочешь дозвониться до этой сестры. Хочешь вычеркнуть. Будешь искать номер этой сестры скоро. Потому что ты расцветешь. Атмосфера изменится. Она отобразится в тебе Христос. Слава Божия явится. И ты покажешь настоящего Христа. Его ум. Его характер. Во имя Иисуса. На зло всем врагам. И радоваться будет. А. Великолепно будет свести радоваться. Будет торжествовать и ликовать. Ликовать. Неважно в каком ты возрасте. Когда внутри есть торжество, есть ликование. Торжество. Поэтому благодарение Богу, который всегда нам дает торжествовать во Христе Иисусе. Поэтому торжествуй, Израил. Торжествуй, Израил. Торжествуй, церковь. Радуйся и ликуй. Ликуй, ликуй, дочь Иона. Ибо отменил Господь приговор. Ликуй, ликуй, дочь Иона. Торжествуй, Израил. Радуйся и ликуй. Аллилуйя, еще. Аллилуйя, аминь. Почему надо славить? Мне нравится следующее продолжение. Вы слышите, нет? Потому что слава Ливана, слава Ливана сойдет на тебя. Слава Ливана дастся ей великолепие Кормила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Поэтому ликуй пустыню, веселись в церковь, радуйся. То, что сегодня происходит, это ничто по сомнению с той славой, которая откроется в тебе и во мне и в нашей церкви. Воздай славу Богу. Говорит, послушайте, порадовались, повеселились, атмосфера изменилась. Теперь вы готовы пойти кому-то и сказать, укрепите руки ваши. Здесь говорят, укрепите руки ваши. Укрепите руки ваши. Укрепите ослабевшие руки. Утвердите колено дрожащее. По имя Иисуса Христа, у кого ноги нестойкие, расслабленные, не могут стоять твердо в церкви. По имя Иисуса на обетованиях укрепите ваши ослабевшие руки, которые перестали трудиться, перестали молиться, перестали служить, перестали отдаваться, перестали с этим энтузиазмом строить Царство Божие на этой земле. Укрепите свои руки для дальнейшей работы, для дальнейшей работы, для дальнейших чудес, исцеления, силы, восстановления. Укрепите ваши ослабевшие руки и дрожащее колено. По имя Иисуса. Скажите, с робким душою, а их немало, с робкой душою, братьев и сестер с нами вместе, с робкой душою, им говорите правильные слова. И надо говорить, ты слабак, ты нитик, ты отступник. Говорите робкой душою, будьте тверды и не бойтесь. По имя Иисуса освободитесь от всякого страха и делайте вторую попитку, третью попитку, четвертую попитку. Продолжайте молиться, продолжайте спасать, продолжайте проповедовать Евангелие. Подойди к этому человеку, жертвуй, слав, постись, и ты войдешь в присутствие Божие и увидишь славу Господню. Во имя Иисуса. Не бойтесь, будьте тверды. Вот Бог ваш придет отомщение и наказание Божие. Он придет и спасет вас. Он придет. Вот Бог ваш, Он придет и спасет. Аллилуйя. Отомщение у Него не у меня. Он есть отомщение моим врагам. Аллилуйя. Это есть вера. Это есть возлага с надеждой на Бога. Это есть уповас на Него. И ты увидишь чудеса в своей жизни. Не мсти за себя. Робкою душою будьте тверды. Робкие христиане. Не бойтесь противников ваших. Не бойтесь их. Ибо если ты подвижался за веру евангельскую, то это признаменование погибели для всех врагов. Я понимаю, те, которые не хлопают, у них врагов нет. А те, которые хлопают, они окружение прямо. И тогда, когда это все вы сделаете, ребята, укрепите ближнего, укрепите ослабевшие руки, укрепите дрожащие ноги, не бойтесь, не бойтесь, радуйтесь, веселитесь, тогда откроется. тогда открывается глаза слепых, уши глухих, тогда открывается пути просветания, тогда открываются двери к чудесам, тогда открываются двери спасения, тогда открываются двери сверхъестественного вмещательства Бога Твою жизнь. Диалог говорит, что хочешь в церковь? Не ходи. Не ходи на ячейку. Не ходи в церковь. Потому что здесь есть пути. Есть ключи. Для того, чтобы что-то открылось от Бога для тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Дьявол, ложись! И когда откроются глаза слепих, уши глухих отверзутся, тогда хромой вскочит. Как мне это нравится! Сестра, ты будешь исцелена. Сидя ходи такой же верой, с таким же старанием, с таким же усилием. Ты уже имеешь исцеление. чудо. И ты увидишь это во имя Иисуса Христа. И это правда. И рак засохнет во имя Иисуса. Церковь печени засохнет во имя Иисуса. Церковь печени засохнет во имя Иисуса. Слава Божия откроется во имя Иисуса. Рак желудка засохнет. Рак кишечника. Все метастазы высохнут в этих органах, в этом теле именем Иисуса. Потому что жив Господь, верен, Господь, все женские органы, они будут исцелены чудом Божьим. Именем Иисуса. Мужские органы также. Бог исцелит твое семя. И у тебя произойдет чудо. И у тебя будет ребенок. Бог исцелит твое чрево. Во имя Иисуса. И там будет жизнь. Жизнь. Для ношения ребенка. Воздай славу Богу. Что-то открывается в этот вечер. Иисуса. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тогда хромой вскочит, как олень. Давно не пели мы эту песню, правда? Почему? Потому что стали неверующими. Начали нас убаикывать в зарубежные песни. И мы поем и засыпаем. Типа мы в присутствии Божьем. Началась имитация глубокая. Настоящая профессиональная имитация. Присутствие. Есть такие песни, которые 30 лет назад пели. Сегодня ты поешь, они такие же актуальные. Пусть будет модернизация музыки. Пусть будет модернизация аранжировки. Модернизация всех этих слов. Но пойте, это пришло от Бога. И творило множество чудес. И исцеляло многих. Приносило благословение во имя Иисуса. Нельзя забыть. Я прокиню старые проекты, старые откровения. Ничего нет в Боге старого. Он вчера и сегодня во Веге тот же. И это всегда актуально. Это всегда креативно. Это всегда прогрессивно. Это всегда сильно. Это всегда помазано. Это всегда властно. Это всегда авторитетно. Кто-то может кричать со мной в духе. Аминь, аминь, аминь. Не умирай! Мой честь, великий муж Божий. Он много мне советов дал. И самых важных советов, он говорит, запомни, Миша. Самые опасные люди в церкви, это люди, которые не исполняются Духом Святым. Это люди, которые вошли на служение твое сухими. И вышли сухими. Сухими глазами. Сухим лицом. Но люди, которые исполняются Духом Святым, у них меняется атмосфера. Внутри, в духе. Меняются глаза. Приходит вера. Сияют глаза. Меняется все в духе. По имени Иисуса Христа. Приходит радость. Приходит вера. Победа. О, халлилуйя! Дьявол, ты проиграл. Дьявол, ты напьешь, не добьешься. Мы будем молиться на этих языках. Мы будем пророчествовать. Мы будем возлагать руки на больных. Во имя Иисуса. Мы будем изгонять бесов. Пошел вон, понючил. Религиозный демон. Дух страха. Из Церкви Христовой Российской Федерации. Кричите. Я сказал, кричите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не будем транслироваться онлайн, потому что кто-то что-то о нас запишет. Пусть замучаются. Этого дьявол хочет, чтобы мы ничего не показывали, чтобы не проповедовали. Не молитесь, не проповедуйте, не свидетельствуйте, не говорите о славе. Дьявол хочет святых загнать звуков в страхе. Подвал, пещеры. Будьте мужественны. Это сказал Бог Иисусу Навину. И тверд. Здесь только сказал, будь тверд, робкою душою. Это были последователи Гедеона, которых он отправил домой 29700 человек. Пока не укреплялись в духе, пока не укреплялись в домах в духе, 300 человек победили 150 тысяч армию. Поэтому вы еще вернетесь 29700 сюда. Увидите победу 300 гедеоновцев на этой земле. Увидите славу Ливана. Движение Духа Святого. Дари Духа Святого. Славу Господнюю, чудеса и знамения. Какой великий Бог. Какой всемогущий. И вы все вернетесь сюда. Потому что Бог, как главнокомандующий, идет впереди своей армии. Бог, как стенорушитель, разрушает все стены Ерехона. И проклятие, препятствия, преграды, баррикады. Именно Иисуса. Именно Иисуса. Скоро рванет дамбу перед движением Духа Святого. Ничто никто не устоит. Аллилуйя. Когда рванет дамбу, никакая сила не справится. Замучивает. Остановись в наводнении. И в твоей жизни тоже скоро будет наводнение Духа Святого. И все бесы будут выходить по всем щелям во имя Иисуса. И все грехи будут покидать тебя очень легко во имя Иисуса. Потому что сильнейший начинает входить в твой дом. Твой храм. Твое служение. Твою ячейку сильнейшее. Его имя Иисус Христос. Я говорю, я говорю, труд наш не тщетен во имя Иисуса. Молитвы наши не тщетны. Жертвы наши не тщетны. Дьявол, лжись, кричи. И язык, язык немого будет петь. Ибо пробьются... Они пробились, наконец-то. Ибо пробьются воды в пустыне. И в степи потоки во имя Иисуса. Дьявол хочет тебя держать в одном направлении, чтобы контролировать. Но Бог будет путать все направления, чтобы никто не мог контролировать тебя. Доверься Богу. Отдай свою судьбу. Отдай свое призвание. Отдай свой дом. Отдай своих детей. Отдай свое служение. В руки Господа нашего Иисуса. Доверься Ему во всем. Аллилуйя. Возложите все заботы на Господа. Ибо Он печется о вас. Иногда некоторых христиан, дьявол посылает церковь с одной программой. Бог должен прийти тебе вот так. Они знают, что приходят вот так. Бог должен прийти. А Дух Святой всегда приходит. Не так дьявол это знает. Потому что Дух Святой никогда не будет делать. Потому что Дух Святой знает, что думает дьявол. Как программирует. И поэтому Дух Святой всегда приходит друг. Поэтому должны прийти сюда и ожидая. Не то, что вот сейчас, во время этой песни, во время этой музыки, во время этого слова, что будет, как будет. Я сам не знаю, что будет, как будет уже ровно 31 год. Я только знаю только то, когда он мне что-то открывает. А если не открыто, не открыто и не знаю. А если открыто, я это заявляю за неделю, за две недели, до конференции, во время конференции, во время служения. Потому что... Вы что, не понимаете, что происходит? Вы что, не понимаете, что в духе что-то сейчас происходит? Вы что, не понимаете, что Бог заступается за свой народ? Вы что, не понимаете, Бог заступается за Россию, за церковь Россию? Вы что, не понимаете, что Бог сейчас здесь? Его дух, Его свобода, Его победа, Его власть, Его влияние! Кричи! Аминь! 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 Играет музыка. 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 Добро пожаловать на наш канал! Привет! Послание Павла. Я не знаю, где ударение стоит, коринфянам или коринфянам. Я не учитель русского языка, но мне нравится так, как мне удобно. Коринфянам. Непрестанно! Кто-то может сказать «непрестанно». А теперь переведите мне слово «непрестанно» с греческого языка. Что означает? Столько языковедов тут. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас!» Я, правда, за каждого благодарен. За буйных и тихих. За всех благодарен. За всех, за каждого. Дьявол может прийти и сказать, что ты не любимец пастора, пастор тебя не любит, тебя не имеет в виду. Это неправда. Это ложь дьявола. Или там какой-то лидер, или какой-то. Это неправда. Если у кого-то есть какая-то проблема, это его проблема. Смотрите, за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Он говорит, я непрестанно благодарен Бога. Вот эта благодарность, говорит, во мне родилась. Скажите, благодарность родилась. Ради благодати, которую мы получили во Христе. Когда благодать во Христе в нас, в нас есть непрестанная благодарность. А непрестанная благодарность – основание возрадоваться и возвеселиться в пустыне. Если я непрестанно благодарю Бога за пустыню, тогда за табуретку я буду безмерно рад. А если еще какой-то шкаф в купе появляется? А если дух спавная кровать у тебя? А если матрас купил? Господи, Господи, Боже, христиане, вы понимаете, о чем речь идет? А? А? Мы из Исаия, Ветхого Завета, из пустыни перешли в Новый Завет. О благодати во Христе, о, какое богатство, какая слава, благодать. Павел говорит, по благодати Божьей я есть, что я есть Боги. Вы слышите? Потому что в нем вы обогатились всем. Сейчас кто-то слушает меня и говорит, я до сих пор в пустыне. Даже если пустыня, возрадуйся, не соселись. Но мы в нем обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Вот какое богатство в первую очередь ты должен искать. Слово, откровение и познание этой истины, которую Бог открыл тебе. И быть богатым познанием, быть богатым откровениями, потом эти невидимые богатства рано или поздно становятся материальными, становятся плотью, становятся физическими, и можно их пошупать. Ибо, мне нравится это слово, ибо. До этого то, что было, обогатились, имеем благодать во Христе. Ибо, то есть ибо, потому что свидетельство Христова утвердилось вас. Я молюсь, чтобы в тебе утвердилось свидетельство Христова. Когда в тебе утвердится свидетельство Христова, никакой бес, никакой человек, никакие обстоятельства, никакие проблемы, никакие трудности, никакие грехи не могут вытащить тебя из этого состояния. Тем более, не могут вытащить тебя из церкви. Потому что я имею свидетельство Христова. Это сильно. Это мощно. Так что вы не имеете, скажи это сильно, вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Понимаешь, если мы даже имеем сегодня какой-то недостаток, у нас есть шанс не иметь недостаток. Вы слышите? Можно ликвидировать благодаря благодати во Христе. Благодаря Его благодати. И мы обогащаемся Его благодатью, словом и познанием. И вот эти чудеса, откроются глаза, укрепляются руки, мне будут танцевать, мне мой будет петь. Чудеса будут происходить, это благодаря свидетельству Христова. Вау! Вы слышите? Именно на это слово реагирует Дух Святой. На слово веры. Ожидая явления Господа нашего Иисуса, который, то есть Христос, и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Бог поможет. Он утвердит, то есть все, что хочет вас ушатывать, Бог с этими вещами разберется. Верь, слав, ходи, служи, молись, жертвуй во имя Иисуса Христа. Аминь. потому, 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 его присутствие, только его присутствие, я начинаю функционировать правильно и эффективно. Мыслить, проповедовать, молиться, поклоняться, служить, только в его присутствии, общаться, почему я ревную, почему меня и раздражают пустые общения, пустые разговоры, пустые анекдоты, пустые смехи. будет послушайте, когда его присутствие, все на пользу. Все, каждое слово в точку, каждое слово в цель, когда ты в его атмосфере, ты под его водительством. Поэтому не выходи, Бог дает ключ. И вот здесь очень мощно, которое и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. И смотрите, верен Бог, которым вы призваны. Какое счастье. Бог призвал тебя и меня. Бог призвал нас, которым вы призваны в общение с Сыном Его Иисуса Христа Господа нашего. Поэтому возвеселись пустыня и руины у тебя еще ничего нет в этой арендованной квартире, в этой купленной квартире, твоей квартире, но пустой, в этом доме, в этом храме, на земле, где еще нет храма, вы слышите или нет, но там у тебя есть шанс и есть великое призвание общаться с Сыном Божиим, с Иисусом Христом. Это есть великое благословение, величайшее богатство. Представь, ты приходишь, представь, ты представь, приходишь ко мне, я специалист в чем-то, профессионал в чем-то, а у тебя этого нету, я говорю, что мне делать, как здесь поступать, как здесь поступать. Я говорю, это дело вот так, это дело вот так, дело вот так. Проблема, которую ты не мог решить с годами, просто из-за того, что получил правильный совет, ты делаешь сейчас, и через пять минут все это решено. Итак, братья и сестры, с чего мы начали? С этим мы закончим. Мы начали с присутствия, и мы можем закончить с присутствием, потому что нет общения без присутствия. нет онлайн-общения с Иисусом. Есть оффлайн. Нет онлайн-присутствия. Есть оффлайн. Когда я общаюсь, когда изъярное его присутствие, тогда можно общаться. Я ему говорю, он мне говорит. И когда он есть, мое сердце, мой дух, мой разум, моя жизнь открытый для его духа, для его влияния, для его откровения, для его атмосферы, для его слова, для его исцеления, для его чуда, для его крепости, что может быть, что может быть полезнее, чем, что может быть нужнее и важнее, чем общение со Христом. Скажи мне, пожалуйста, ой, извините, я на дне рождения. Ой, извините, я на работе. Ой, извините, я там где-то. Ой, извините, я там-там. Ой, извините, разных пустых, необосновательных причин, почему человека нет на общении со Христом. Тебя приглашает на общение министр, что будешь делать? Президент приглашает тебя на общение, что будешь делать? Извините, товарищ президент. Извините, господин президент. У меня день рождения. Ты отменишь все. А на каждом общении, на каждой встрече будь уверен, у Бога есть то, что нужно и важнее тебе и никакое твое нелепое оправдание не заменит те советы и консультации и посещения и прикосновения, которые Бог хочет дать тебе во время этого общения. Сестра, сколько время? Халлелуя. Я сегодня отпущу вас раньше для всех неверующих, которые не пришли на служение и сказали, завтра школа, среда, служение поздно заканчивается. Послушайте, Бог все предусмотрел. Бог все знает. даже если растянется до одиннадцати и вы будете присутствием, вы утром, даже если будете спать мало, вы утром будете гораздо бодрыми, чем будете спать двенадцать часов. просто люди еще не знают, что такое настоящее посещение, настоящее присутствие и настоящая слава. Вот в этом трагедия. поэтому в нас нужно свидетельство Христова и верен Бог, который призвал тебя и меня, позвал, призвал на общение с сыном Бога живого. поэтому я на утренних молитвах, поэтому я в тайной комнате молюсь, читаю, общаюсь. Вы слышите? С ним. Поэтому я выхожу сюда не один. Не только мне кажется, а вам тоже, по-моему, кажется, что кроме этого на сцене человека есть еще кто-то там, который каким-то образом подкрепляет, говорит и дает такой конспект, такую тетрадь, столько бумаг, столько писанины. Это называется «Вы письмо Христово все мы читаемы». Написаны на камнях, чернилами, а на скрижалях ваших сердец Духом Святым! Поэтому подними руки, закрой глаза. Тебе не нужна ни музыка массажная, Тебе не нужны голоса низкие, высокие, средненькие, мужские, женские, любимые, нелюбимые, раздражающие, привлекательные. Тебе даже я не нужен. Тебе нужна твоя вера, твое смирение, и твоя жажда, и твоя страсть по Богу, по общению с Иисусом Христом. Он сделал все. Он дал весь план и в Старом Завете, и в Новом. Он дал весь проект, Он дал все инструкции, Он дал все постановления, чтобы мы могли войти в Его присутствие, чтобы мы могли попасть в Его святое присутствие, чтобы мы могли попасть в святое святых, чтобы мы могли оказаться у престола благодати, чтобы мы могли оказаться у престола милости, чтобы мы могли оказаться у ног нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы могли оказаться у Отца нашего Бога Иисуса Христа Небесного и приобрести милость в очах Господа и получить за благовременную помощь, чтобы мы оказались у Него к престолу славы, возвышенный от начала место освящения нашего из-за Христа. Ты придешь ко Христу и скажешь, ты можешь из-за меня. Я заплатил цену за тебя. Я призвал тебя в общении с тобой. Я прощаю все твои грехи, омываю тебя, очищаю. Иди ко мне, мое присутствие, и ты прости, будь похожим на меня. И ты делай то же самое. Бери мой характер, я даю тебе мой характер, я отображаю в тебе себя. Я хочу отдать тебе свою мудрость, свои откровения, свою силу, свою власть, свои чувствования, свою крепость, свой мир, свое все есть в Духе Святом. Все есть в Духе Святом. Простирайся к Богу. Приглашай Духа Святого. Приглашай через кровь Иисуса. Твоя жизнь изменится радикально. Свидетельство Христово да утвердится в тебе. Ты утвердишься в Духе. Во имя Иисуса. Не бойся, не бойся, не бойся. Пусть тверд во имя Иисуса. Укрепите ослабевшие руки, дрожащие колено. Во имя Иисуса. Робки душою, с робки сердцем. Во имя Иисуса. Укрепите сердца ваши. Укрепите руки ваши. Укрепите во имя Иисуса. Радуйтесь, веселитесь. Приготовьте пуст для Господа. Приготовьте пуст для Его славы. Верьте, не сомневайтесь. Приготовьте пуст для Его славы. Радуйтесь, веселитесь. Благодарите. Радуйтесь, веселитесь. Тебе Иисус, О слава Тебе Иисус, О слава Тебе Господь Бог, Ты великий! Слава Тебе! Ибо верен Бог Бог явить Свою верность Тебе! Бог не может advance Тебе явить верность свою на тему славу, ибо, верен Бог, Он Тебя призвал В общение Он тебя призвал, Он тебя пригласил, Он раздал тебе пригласительное. В общение Сына Своего, Иисуса Христа, бери это приглашение, реагируй на это приглашение, одевайся на это приглашение. Во имя Иисуса! Аллилуйя! Аллилуйя! Ибо пей, леба, шай, лето, но пей, лето, но пей, лето. Иисус, как прекрасен Ты! Иисус, как прекрасен Ты! Да, Иисус, слава тебе! Ты тот, кого люблю! Закройте глаза, поднимите руки! Ты тот, кому себя я отдаю! Поклонись, благодари! Во имя Иисуса! Иисус, как прекрасен Ты! Иисус, как прекрасен Ты! Иисус, как прекрасен Ты! Ты тот, кому себя я отдаю! Иисус, как прекрасен Ты! Ты – Тот, Кого люблю, Ты – Тот, Кому Себя я отдаю. Иисус, как прекрасен Ты, Иисус, как прекрасен Ты, Иисус, как прекрасен Ты, Ты – Тот, Кого люблю, Ты – Тот, Кому Себя я отдаю. Иисус, как прекрасен Ты, Ты – Тот, Кого люблю, Ты – Тот, Кому Себя я отдаю. Иисус, как прекрасен Ты, Ты – Тот, Кого люблю, Ты – Тот, Кому Себя я отдаю. Иисус, как прекрасен Ты, Иисус, как прекрасен Ты, Иисус, как прекрасен Ты, Аллилуйя, Тебе Иисус хвала, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Тебе Иисус хвала, Аллилуйя. 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 Аллилуйя, Тебе Иисус хвала, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Тебе Иисус хвала, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Тебе Иисус хвала, Аллилуйя. Аллилуйя, Слава Тебе, Господь. Аллилуйя, Слава Тебе, Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Мы небо сносим Тебя, Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус хвала, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Тебе, Иисус хвала, Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус хвала, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Превознос 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 Друзья Не умирайте, пожалуйста Радуйтесь, на небесах великая радость Аплодисменты 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 Скажи Дорогой Иисус Я верю, что ты сын живого Бога И ты мой Господь Мой Спаситель Слава тебе Я сердцем верую И устам исповедую Что Иисус Есть Господь В моей жизни Амин Твои грехи прощены Твои грехи прощены И ты спасен сейчас Поздравляю Аллилуйя Поздравляю Халим Иди поздравляй Иди Аллилуйя У него есть сын Дамир А? Давай Познакомься Давай Кто Кто Вот Халим Идите к Вану Воздайте славу Богу Давайте превознесем Господа Боже Превознеси О, Господь Превозносит, 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 превозносит Тебя, Иисус, Превозносит, превозносит, О Господь, превозносит, 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 превозносит Тебя, Превозносит, превозносит, О Господь, превозносит, Превозносит Тебя, Иисус, Превозносит, превозносит, О Господь! Аллилуйя! 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 Субтитры создавал DimaTorzok